МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 фор гуманитарной помощи. Дагестанцы продолжают поддерживать жителей городов, находящихся на территории специальной военной операции. Рискнул своей жизнью, чтобы спасти чужие. Дагестанец вытащил людей из горящего автомобиля. В Хасаверте в результате ДТП погиб 15-летний подросток. Авария произошла на улице Имама Шамиля. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался. За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 18-летний местный житель. Предварительно скорость автомобиля была 120 км в час. В данный момент он задержан для выяснения обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За что вас доставили в Унтер-России по городу Хасаверту? ДТП. Расскажите более подробно. Ехал я со скоростью примерно 60 км в час. На зеленый свет. И вдруг по обочине ехал мальчик на велосипеде. Вдруг он выезжает на проезжую часть резко. Я, уходя от столкновения, ушел, начал уходить на встречную полосу. Если человек, я его сбил. В Кителюрсе загорелся роддом, который строили с 2008 года, но так и не ввели в эксплуатацию. Пожар возник в 9 утра на крыше медучреждения, а затем перекинулся на фасад и внутрь здания. Огонь распространился на площадь более полутора тысяч квадратных метров. По информации МЧС, жертв и пострадавших нет. К тушению было привлечено 11 единиц техники и 51 человек. Открытое горение удалось ликвидировать за полтора часа. Прокуратура Республики уже объявила об организации проверки в связи с возгоранием здания. В ходе надзорных мероприятий будут проверены все версии причин произошедшего, включая соблюдение подрядчиками требований проектной документации при строительстве. Как я послушал, конечно, для этого обратная экспертиза, строители оценку этому дадут. Так, на первый взгляд, я думаю, что его съесть не надо, но новое построить. И что вот, что хорошо, хорошо, что это все обошлось бюджет, пострадавших нет. Хорошо, что огонь не переметнулся на эти два корпуса, трехотяжные, которые рядышком стоят. А так, остальное, что мы сами видим, мы перед фактом, тут вот, кроме как переживать и сочувствовать других моментов нет. Поручение и их исполнение, динамика и регресс. Накануне прошло очередное заседание Кабмина под председательством премьер-министра Республики. Практически все органы исполнительной власти подверглись критике, однако по некоторым сферам была отмечена и положительная динамика. Все подробности в сюжете моей коллеги. Заседание Кабмина Дагестана началось с резкой критики, и первыми под удар попали муниципалитеты Республики и Министерство труда. Причина – сведения о мерах соцзащиты – вовсе не выгружаются в специальную систему, либо это делается несвоевременно. Такая халатность, по словам премьер-министра региона, создает риски нецелевого расходования бюджетных средств. Уважаемые коллеги, если говорить простыми словами о важности этой работы, в самой системе предусмотрена функция просмотра различных кабинетов на сайте различных компенсаций за детское питание, школа, путелки, пришкольные, детские лагеря, учет, выпад для сыров и многое другое. Во-первых, человек может в режиме онлайн получать достоверный информацию о том, какой объем госпошли не ему предлагается. Эту работу нельзя проигнорировать, ее нужно сделать максимально и организовать максимально короткие сроки. Не удовлетворила главу Кабмина работа по сбору сведений и по недвижимости. В едином реестре числится почти 3 миллиона объектов, из них без зарегистрированного права собственности – более 700 тысяч. В сравнении с другими регионами это не худший показатель, но более активная работа по этому направлению необходима, отмечают эксперты. От этого напрямую зависит пополняемость бюджета. Однако по тем объектам, где нет правовладателя, зачастую невозможно организовать работу по несуществлению налога на имущество, что в итоге приводит к неисполнению планов по доходам по имуществу налогов. Также в трех муниципальных образованиях, муниципальных районах, по нашим данным, ну, к сожалению, пока мы не видим результатов работы, хотелось бы заслушать сегодня главу муниципальных образований. Это Таратинский, Кунтаркалинский районы, город Южно-Сулакунск. Плохи дела и в сфере госзакупок. Так, в начале года было дано поручение органам исполнительной власти сформировать и направить в комитет календарные планы. Некоторые ведомства и вовсе поручения не выполнили, а другие представили информацию, несоответствующую указанной в законе о республиканском бюджете на 2022 год. В текущем году запланировано осуществление закупок на общую сумму 84,97 млрд рублей, в том числе государственными заказчиками 50,44 млрд рублей, муниципальными заказчиками 34,53 млрд рублей. Главу республики поставлена задача обеспечить контрактацию в размере не менее 70% от запланированных закупок в срок до 1 июля 2022 года. Состояние на 20 июня 2022 года государственными и муниципальными заказчиками в совокупности заключено 19,125 контрактов на сумму 47,89 млрд рублей, что составляет 56% от планируемого объема. В некоторых отраслях все-таки отмечена и позитивная динамика. Так, по словам специалистов, Дагестан повышает свою инвестиционную привлекательность. В общей сложности в республике сейчас реализуются около 50 проектов в ключевых отраслях экономики. В рамках реализации данных проектов созданы 1623 рабочих местных. Проекты сосредоточены в ключевых отраслях экономики. В акропромышленном комплексе 15 проектов, промышленности и торговли 16, энергетика 7, туризм 7, строительство и дорожное хозяйство 4 проекта. Коснулся премьер-министр и четвертой власти. Если же чиновникам руководитель Кабмина давал поручения, то в обращении к журналистам ограничился советами. Порекомендовал всем СМИ менять подходы к подаче информации, обновить аппаратуру и подстраиваться под модные тенденции. Ларьяна Шемхалаева, Патимат Ханапова, Новости ННТ, Махачкала. Росреестр республики проводит профилактику инвестиционных проектов в Дагестане. Мероприятия направлены на пресечение незаконного вмешательства контролирующих органов в работу предпринимателей. Это связано с бесконечными и несогласованными проверками бизнеса в регионе. В рамках акции инспекторы региональной службы объясняют владельцам объектов, как избежать и не допустить наиболее распространенные нарушения земельного законодательства. В текущем году нами проанализировано 49 инвестиционных проектов. В случае, если реализация инвестиционного проекта может привести к нарушениям обязательных требований о использовании земельного участка в соответствии с их целевым назначением, соответствующая информация доводится до правообладателей земельных участков. Следует отметить, что в рамках профилактического визита никакие санкции в отношении правообладателей земельных участков не применяются. Также не выдаются обязательные для исполнения предписания. Праздник «Дружба и мира», сохраняющий многонациональную культуру и добрососедские отношения. В Махачкале пройдет 10-й межрегиональный фестиваль народного творчества Северокавказского федерального округа «Кавказ. Единая семья». Он продлится три дня – с 25 по 28 июня. Жители и гости города смогут ознакомиться с культурными обычаями, творчеством, ремеслами и фольклором различных народностей. Фестиваль соберет представители из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Карачаева, Черкесии, Чечни, Ингушетии и Ставропольского края. В программе мероприятия – танцевальные номера, музыкальные композиции, флэш-мобы, выставки мастеров. Концерты пройдут не только в центре Махачкалы, но и в пригородных поселках. Богатыревка, Шамхал, Шамхал-Термен, Новый Кихулай, Тарки, Талги и Новый Хушет. Пятое по счету и самое масштабное – гуманитарная помощь от благотворительного фонда «Инсан» распределена среди нуждающихся в городе Энергодар. В сборе и отправке продовольственных товаров принимали участие жители всех районов и городов Дагестана. Подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Колонны из 26 фур, более 500 тонн продовольственных товаров, масштабы гуманитарной помощи поражают. А главные эмоции – это благодарность людей, которые ждали поддержки и получили ее. Здорово, просто молодцы. Только, пожалуйста, не бросайте нас. Не уходите от нас, пока не наладится все совсем. Все помогает, помощь. Помощь всякая помогает, на то она и помощь. Очень важно поддерживать сейчас те места, где люди действительно нуждаются в этом. Сегодня, привезя эту гуманитарную помощь, мы очень многих, можно сказать, спасли. Это очень важно. Очень важная миссия. И я благодарю тех людей, которые это собрали, работали над этим. В коробках добра, мука, сахар, рис, гречка, макароны, подсолнечное масло. Везли бутилированную воду, одежду, медикаменты и средства гигиены. Продукты первой необходимости для нуждающихся собирали все республики. Хочу поблагодарить всех меценатов, которые принимали активное участие. Каждого дагестанца, кто принял участие, пожертвовал как финансовые средства, так и продукты в организации этой гуманитарной помощи, большой партии гуманитарной помощи. И жильцы Энергодара и ближайших поселков очень сильно нас благодарят. В первую очередь помощь получали одинокие пенсионеры, многодетные и нуждающиеся семьи. Всю привезенную продукцию раздавали неравнодушные волонтеры. Колоссальную поддержку при распределении оказали бойцы отделения Росгвардии по Дагестану и местная администрация. В пункте назначения делегацию встречал Андрей Шевчик, мэр Энергодара. Помощь нужна. Наш регион до сих пор нуждается в таких гуманитарных помощях, потому что логистика еще полностью не сформирована по доставке продуктов питания и полному циклу работы магазинов и других сфер. Из-за этого это очень большая благодарность нашему городу, нашему региону и всем нашим освобожденным территориям. Мы очень благодарны Муфтию за поддержку этих территорий и нашего народа, и наших граждан. Большое ему спасибо, большая благодарность. Отметил, что это пятая по счету и самая масштабная гуманитарная помощь от Боготворительного фонда ИНСАН. Руководство организации отмечает, что они будут продолжать поддерживать жителей городов, находящихся на территории специальной военной операции. По тематам Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Энергодар. А сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест» с Каримом Даниевым. Затем вернемся. В селе Верхнее Казанище Буинакского района введен карантин из-за возникновения очага бешенства животных. Само село определено как неблагополучный пункт. На период карантина в селе запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением скота. Накануне в результате наездов пострадали двое малолетних детей. Первая авария произошла в Махачкале по проспекту Казбекова. Житель Ляратинского района совершил наезд на 4-летнюю девочку, переходившую дорогу в сопровождение взрослого, вне зоны пешеходного перехода. Второе ДТП произошло в поселке Семендер. 33-летний житель Кизелюртовского района совершил наезд на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадавшие с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Тренер сборной России по вольной борьбе Арсланбек Алиев спас в Москве из горящего автомобиля 6 человек. Во время прогулки по столице он невольно стал очевидцем аварии. Мерседес на большой скорости врезался в дом и загорелся. Дагестанец сразу бросился на помощь, невзирая на огонь и запреты полицейских. Герою и его напарнику удалось разбить окна машины и вытащить пострадавших с заднего ряда сидений. Но водителя и его впереди сидящего пассажира извлечь не удалось. Пострадавших доставили в больницу. В поселке Шамилькова на базе отдыха нашли львенка на цепи. Очевидцы жестокого обращения с диким животным написали жалобу в Минприроды Республики. Специалисты ведомства выехали на место для проверки. Они выявили, что детеныш содержится в ненадлежащих условиях и может быть опасен для посетителей базы отдыха. Ситуацией будет разбираться природоохранная прокуратура. И к новостям спорта. Главный тренер «Динамо» Горн Алексич признан лучшим тренером группы 1 футбольной национальной лиги 2. Под руководством сербского наставника махачкалинцы решили задачу выхода в первую лигу. Команда выдала 13-матчевую серию в первенстве и досрочно оформила чемпионство. Алексич возглавил «Динамо» в январе перед возобновлением турнира после зимней паузы. Дважды руководители клубов группы 1 признавали его лучшим тренером месяца – в апреле и в мае. Дагестанский финал в Кызыле. В столице Тувы стали известны имена финалистов стартового дня чемпионата России по вольной борьбе. «Золотую медаль весит до 61 килограмма» спорят Абаз Гаджи Магомедов и Ахмед Идрисов. Оба спортсмена – воспитанники Хасавюртовского училища Олимпийского резерва. Также в финал пробились еще один дагестанец из Хасавюрта – Магомед Курбанов, а также Магомед Магомаев из Брянской области. Без наших вольников решится судьба золота в категории до 70 килограммов. Решающие встречи первого дня турнира пройдут завтра вечером. А на сегодня у нас все. Смотрите нас также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова